дамы и господа всем огромный привет солнечного крита сегодня у нас 19 19 ноября чудесный осенний денек в общем летнем увидите едем с открытым окном я сегодня одел эту толстовку но даже даже в ней жарковато вот когда до эльвира с коротким рукавом и эту курточку тоже так на всякий случай после проведения нашего стрима нашего прямого эфира мы поняли что нужно делать видео по греческом языке об изучении греческого языка потому что просьба поступила ну нереально много очень много я долго думал как это сделать как сделать именно подачу этого видео то есть сидеть за столом или или где сидеть или как это и потом все-таки подумал что в машине будет все-таки лучше во первых мы вдвоем а вдвоем это всегда лучше чем один человек правда входа во вторых вы сможете увидеть места где мы едем какие-то новые места на крите то есть немножко видео будет более разнообразно чем будет сидящая сидящая туловище за столом где-то и будет вам рассказывать вы решите за столом лучше значит будем делать за столом тогда приступаем эльвира будет говорить на русском а я буду говорить на греческом сразу говорю что я не учитель я в школе не учился на курсах ни на каких не учился я язык воспринимал на слух то есть получается и вы сейчас тоже будете воспринимать на слух эльвира будет не говорить на русском языке а я буду вам говорить уже на греческом языке сегодня Тема приветствия И все, что с этим связано И самые-самые такие распространенные слова Которые связаны с темой приветствия Поехали Здравствуйте Ясас Здравствуй Ясу Теперь я должен объяснить Здравствуйте Это Ясас Потому что вы обращаетесь Либо к нескольким людям Либо к человеку, к которому относите вы с уважением То есть на вы Ясас Это, если дословно перевести Здоровья вам Ясас Ясу Это здоровья тебе Сейчас еще и говорят я Или просто я Да, я это просто здоровье Ну это, да, это такое простое, повседневное, обыденное Ну поехали дальше Что там дальше у нас? Доброе утро Калимера 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 употребляется с утра Это переводится как добрый день или доброе утро Но употребляется только с утра И примерно, ну кто говорит до 12, кто говорит до часу Тут толком никто не знает из самих греков до скольки оно все-таки употребляется Ну и мы употребляем обычно до 12, до часу дня Да Потом уже местно говорить я Ясас Я, ясу Вот такое вот То есть калимера Калимера засловный перевод Доброго дня Это два слова Это не одно слово калимера Это два слова Кали Хорошего Мера Дня Ударение В греческом языке очень важны ударения И поставив ударение Поставив ударение в не том месте Можно получить совершенно другое слово С совершенно другим смыслом Оно произносится как одно слово Хотя это два слова Но оно произносится калимера Оно произносится слитно Как одно слово звучит И ударение идет мэра, калимэра И даже немножко так протяжно Когда греки говорят У них это немножко протяжно Калимэра, ты канэты Вот так у них нараспев немножко Вот, то есть, добрый день Разобрались, калимэра Добрый вечер Калиспера Калиспера Это добрый вечер Калиспера здесь начинают употреблять Уже начиная с Двух часов дня, наверное То есть, еще день А вам как бы желают уже доброго вечера Ну, заранее уже Заранее добрый вечер Это тоже два слова И точно так же, как калимэра Точно так же ударение идет калиспера И тоже немножко нараспев Калиспера Да, и в калимэра, и в калиспера можно добавлять Если хотите более красиво Более уважительно, более по-гречески То можно сказать Калимэра су То есть, доброго дня тебе Или калиспера су То есть, доброго вечера тебе Или сас Калиспера сас Доброго вечера вам Вот, то есть, добавляю Ну, можно и без этого Можно и не добавлять ничего Просто калимэра или калиспера Поехали дальше До свидания До свидания До свидания Тут такая фигня Короче, опять ясос То есть, ясос Применяется и при встрече И при прощании Потому что это Как я уже говорил Пожелание здоровья То есть, вы говорите Говоря ясос Вы говорите Здоровья вам То есть, и приходя Вы желаете здоровья И уходя Желаете здоровья Всего хорошего Всего хорошего Греки говорят Есть такое у них Выражение Или как Словосочетание Словосочетание, наверное Стоколо Это чаще употребляется При прощании Когда человек уходит Кто-то, да? Допустим, Эльвира уходит И говорит мне Его февго Февго А мы говорим Стоколо на пас То есть Или просто Стоколо Счастливо Всего хорошего Вот так вот Спокойной ночи Кали нихта Кали нихта Ну, кали нихта Тут рассказывать нечего Ударение вы слышите Это тоже два слова Кали нихта То есть Доброй ночи Употребляется Понятно Когда Это Когда человек уже Собирается Баньки Есть еще выражение Каловрави То есть При прощании Уместно Иногда говорить Каловрави То есть Каловрави Говорится Когда Человеку Предполагается Продолжение Какого-то вечера То есть Если человек Еще не ложится Спать То есть Если он куда-то Собирается Там идти Но вечером Ему говорят Каловрави Хорошего тебе вечера А если Говорят уже Кали нихта То есть Это уже понятно Что человек Уже Собирается На боковую Ближе к кроватке Собирается Тогда говорят Кали нихта Как-то так Поехали дальше как у тебя дела, ну этого мы уже в одном из видео наших касались, как у тебя дела, мы там рассказывали, как у тебя дела можно спросить по-разному, тут миллион вариантов, ну не миллион конечно, но много вариантов спросить как дела, это ты канис, самое распространенное, ты канис, то есть дословный перевод что делаешь, ты канис, можно спросить после сын как ты можно спросить по спир нас типа как не переведешь на русский ну типа как у тебя проходит до время провождения потом ты гин это еще спрашивают что происходит это все 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 в одну там много вариантов но самый самый такой самый распространенный вариант это ты канис как дела кола то есть если спрашивают ты канис как дела здесь самый распространенный ответ это кола потому что если вы не скажете кола да или если вы скажете что плохо то есть как а или а схема то тогда начнутся расспросы вам нужно будет объяснять что у тебя в жизни не так что у тебя происходит обо всех своих проблемах льется человеку рассказывать потому что он просто тебя уже не отпустит поэтому всегда говорят кола все хорошо и люди спят спокойно и крепко очень хорошо очень хорошо поликала то есть приставка поле это очень или много или много да вот если хотим сказать чего-то много то говорим слово поле много поле это много то есть очень хорошо поликала плохо плохо я уже говорил как а или а схема понимаете откуда слова какашки вышло да ну и любимое слово туристов спасибо а ну спасибо наверное все уже знают только я заметил что очень часто ставят неправильное ударение спасибо по-гречески эвхаристо на последний слог на последнюю букву о эвхаристо ничего в этом сложного нет просто наши наши не только русские русскоязычные путают это слово потому что они знают слово эвхаристия и точно также произносят эвхаристо очень часто англоязычные точно также говорят короче учитесь говорить правильно учитесь говорить эвхаристо спасибо если у нас спасибо в середине а здесь эвхаристо в конце пожалуйста пожалуйста пара коло если это ответ на спасибо то есть как бы ответ на благодарность ответ на благодарность это пара коло если же пожалуйста это предложение чего-либо то есть когда вы допустим даете деньги в магазине там или что-то дает что-то даете и вам нужно сказать пожалуйста то это уже будет аресты что-то даете говорить аресты а можно даже сказать аресты пара колота два раза пожалуйста это тоже будет уместно вот то есть аресты пара коло то есть пожалуй пожалуйста пожалуйста извините извините ну тут тоже разные варианты можно сказать сигноми это самый простой сигноми сигноми самый простой и можно сказать по нашему прошу прощения месси кори ты месси кори ты такой там звук там вообще буковка г идет идет как как к слышится месси кори ты вот так вот дальше много и мало много я уже говорил поле мало лигу 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 это совсем чуть-чуть лигу лигу чуть-чуть да и нет ну да тоже наверное многие знают это да не и нет охи и на охи хочу немножко остановиться у них еще есть такой жест кто не знает когда греки говорят охи они еще так немножко голову приподнимают еще да еще можно без охи вообще если хочешь сказать нет можно сказать можно взять вот так вот вот так прицокивание такое и голову вверх это значит нет ну или просто охи нет или вот так охи голову поднимаешь уже охи это тоже нет вот такие такие жесты такие варианты сейчас выезжаем уже на трассу поэтому надо пристегиваться вообще конечно везде она пристегиваться но мы такие преступники как тебя зовут а как вас зовут как тебя зовут посселене пос как с тебя лене зовут посселене как вас зовут ничего сложного нет ну и там имя уже отвечаете меня зовут да мы лене если вы отвечаете спросили вас посселене то вы отвечаете мы лене то есть меня зовут и говорите сергей мария натаса натаса если скажете наташа они тоже поймут у них буквы ша нет но они поймут эльвира и игор вот с его конечно у них проблемы потому что если да кстати если у вас проблемные какие-то имена то есть в них есть какие-то буквы которых нет греческом будьте готовы к тому что вас не поймут вот допустим те кто видео смотрели наше знаю что игорь для них это сложнейшее греческое сложнейшее русское имя они его не могут выговорить поэтому они меня зовут игор или игор то же самое лишь бы печку не ставили дальше по слову и тебе лет сколько тебе лет пошла хрон он из и пошла сколько хрон он лет из и тебе пошло хрон он из и пошло хрон он из и дэмута лэй она мне не говорит меня тогда спроси позу хрон он из и его имя пенинда хрон он микро оси не о фуче пенинда риса куда ты откуда ты да кстати приехал да кстати у греков очень распространенный вопрос они наверное второй вопрос сначала спрашивают как тебя зовут или спрашивают пьянуисы типа ты чей чих будешь и чих будешь и потом спрашивают когда понимаю что они что ты не местный что ты не скрита тогда не спрашивают а папу иисы откуда ты а папу откуда а папу этот категор два слова а папу а папа это от и пу это куда а папу это откуда иисы ты а папу иисы откуда ты и вы естественно отвечаете уже его имя а по то есть я есть и мы имя это как соединяющая такая приставочка который соединяет слова его имя я есть а по из и 2 а потом еще там есть определительный артикли перед словами ставится на этапа потом коснемся вдруг других уроках перед названием страны ставится вот это ты то есть его ими а под pin россия из россиия из россииы его моим а по о хим укра mia я из украины его и имеет domins george Грузия, Грузия, Эгоимеопотин, Казахстан, Левко, кстати Белоруссия очень сложное название, Левко-Россия, совсем с Белоруссией не похоже, да, Левко-Россия, это Белоруссия, вот, ну как-то вот так вот, Белоруссия, Белая и Руссия, да, Левко и Руссия, белая у них Левко, поэтому Левко-Россия, вот, дальше, что там, есть что-то еще, в нашей шпаргалке, я не говорю по-гречески, да, если вы хотите отвязаться от грека, то можно сказать, Я, Ден Милау, не говорю, Эллиника, по-гречески, или просто, Ден Милау Эллиника, Декзеру Эллиника, Дегноризу Эллиника, вот, это все будет одно и то же, ну, вот так вот, и если же вы хотите попросить себе переводчика, какая-то у вас такая ситуация, что прям, прям надо поговорить, но вы действительно не понимаете, и вам нужен переводчик, то вы, если вам нужен переводчик, вы говорите, Село метафрасты, то есть, хочу переводчика, или мне нужен переводчик, мухрязете метафрасты, метафрасты это перевод, метафрасты это переводчик, ну, все, наверное, на сегодня хватит, мы уже поддерживаем к месту нашего назначения, мы, кстати, в Лину едем, поэтому первый урок наш подошел к концу, если вам понравилось, ставьте лайк, Если урок был полезен, ставьте лайк Камнями в нас сильно не бросайте, потому что мы учили язык, как мы уже говорили, на слух Относителей Да, мы учили язык, относители языка, так как слышали, так вам и говорим Надеюсь, что это было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если мы что-то, там, допустим, если кто-то хочет поправить, если мы что-то не так сделали, вы хотите нас поправить, мы будем рады Мы от этого начнем разговаривать еще лучше, если мы чего-то какой-то темы не коснулись, тоже пишите, мы будем рады, мы этой темы коснемся в следующий раз Все, на этом прощаемся Всем только добра, всем всего самого наилучшего, МС любим и ждем на Крите Всем пока!